Всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем гастро-канале Сладкий Персик. Сегодня я хочу вам показать, как правильно жарить стейки. Потому что, судя по комментариям, некоторые до сих пор покупают говядину на рынке. Причем не специальную отруб, а просто какую-нибудь говядину. Маринуют ее и жарят совсем неправильно. Таким образом у вас, конечно, может получиться вкусное мясо, но это будут совсем не стейки. Для правильных стейков мы берем правильный отруб. Обычно это специальное мясо из мраморной говядины, которое проходит период созревания. У меня было два кусочка стейка, и мои стейки предварительно нужно было отбить. Поэтому я накрыла разделочную доску пищевой пленкой и отбила стейки с двух сторон. Здесь уточню, что не все стейки нужно отбивать. Некоторые можно сразу жарить. Но что нужно делать первым делом, это достать мясо из холодильника и дать ему прогреться примерно 20-30 минут. Тогда вы получите идеальное мясо той степени прожарки, которая вам нужна. Жарить мясо сразу после холодильника плохая идея, лучше никогда так не делать. Дальше мы берем наше мясо, кладем его на тарелку и обязательно промакиваем бумажным полотенцем. Это делается для того, чтобы убрать лишнюю влагу. Если ваши стейки отбивать не нужно, просто достаем их из упаковки, даем погреться и также промакиваем бумажным полотенцем. Мариновать в куче специй и в каких-то специальных сложных маринадах мраморную говядину не нужно. Она и так очень вкусная сама по себе. Поэтому что мы делаем? Мы просто берем любое растительное масло, которое подходит для жарки, наливаем его в мисочку и вот так вот с помощью силиконовой кисточки смазываем стейки с двух сторон. У меня здесь было самое обычное подсолнечное, рафинированное, дезодорированное масло. Следующий этап – жарка. Очень важно, на чем мы будем жарить. Если у вас есть гриль, как у меня, это просто идеально. Стейки на нем получаются вкуснее всего. Я разогреваю гриль до температуры 240 градусов. И, внимание, жарить стейки нужно именно на одной панели гриля. Не нужно стейки сверху накрывать. Их нужно переворачивать, как бы вы это делали, на сковородке. Тормокод на гриль я оставлю в описании к видео. Можно купить со скидкой. Если гриля у вас нет, хотя бы воспользуйтесь сковородкой гриль. Но я вам, конечно, советую, если вы любите мясо, обязательно приобрести такой вот гриль. Жарим стейки с одной стороны примерно полторы минуты. Затем аккуратно переворачиваем на другую сторону. В моем гриле есть специальный термо-щуп, который будет показывать температуру в мясе. И таким образом мы определим степень прожарки. Если вы жарите стейки на сковородке, просто засекайте время на секундомер. Еще обратите внимание, что соли и перец мы к стейкам не добавляли. Мы просто смазали их растительным маслом и сразу отправили жарить. Теперь в середину стейка я втыкаю термо-щуп и смотрю температуру. Мне нужна прожарка well done, поэтому температура должна быть примерно 70 градусов. Ну, можно чуть меньше. Если вы любите прожарку medium, то температура должна быть примерно 60 градусов. Кладем стейки на тарелку и обязательно накрываем фольгой и даем стейкам отдохнуть пару минут. Это делать нужно обязательно, так стейк получится намного вкуснее. Только после этого я прикладываю стейк на тарелку, с которой буду его есть. И вот тут добавляю соль и перец. Соль, кстати, мне больше нравится использовать крупную. Если хотите, можете подать к стейку какой-нибудь ваш любимый соус. Но мне кажется, что мясо вкусное само по себе. Посмотрите, какой прекрасный у нас получился стейк. Если вы захотите приготовить стейки на Новый год, то вы знаете, как это делать. Приятного аппетита!